Добрый день, дорогие друзья! Я Вячеслав Барбасов, руководитель портала «Российские беспилотники». Соответственно, мы будем говорить сейчас о беспилотниках. Мы в Сколково, и наш второй выпуск посвящен Startup Village. Поехали! Startup Village 2018 – шестая международная конференция для технологических предпринимателей, уникальная для России по содержанию и масштабам ежегодное мероприятие. Главная цель конференции – общение технологических предпринимателей с успешными бизнесменами, крупными промышленниками, инвесторами, чиновниками и друг с другом. Это единственная стартап-конференция под открытым небом, проходящая в Сколково, первом и награде России. В Сколково традиционно с самого начала есть блок проектов, который мы называем «Космос и телеком». Туда же входят компании, которые занимаются созданием беспилотных летательных аппаратов, сервисами на их основе, компонентами, отдельными системами летательных аппаратов, двигателями. И, в общем-то, существенную часть наиболее продвинутых компаний вы можете увидеть сейчас на Startup Village. Самая крупная в России и СНГ конференция для стартапов Startup Village собрала в этом году свыше 15 тысяч человек. Среди них свыше 200 с половиной тысяч представителей компаний, создающих инновационные продукты в различных сферах – от биомедицины до информационных технологий. Нашей целью были беспилотники и все, что с ними связано. Компания «Коптер-экспресс» представила зрителям две свои основные линейки дронов – образовательный конструктор «Клевер» и дрон «Пеликан» для автономного мониторинга и доставки. Его грузоподъемность 3 килограмма, максимальная скорость – 50 километров в час и расстояние, на которое беспилотник может отлететь от станции – 20-25 километров. Разработчики надеются на послабление в законодательстве и распространение дронов в сфере доставки. Сейчас компании ограничены человеческими курьерами, будь они пешие или будь они на транспорте. А в условиях метрополиса, вроде нашей прекрасной Москвы, это крайне сложно. Пробки, сложность географии, человеческий фактор очень сильно осложняют и удорожают, скажем так, именно это направление промышленности. С дроном большинство из этих факторов становится неактуальными. Дрон летит над всеми пробками, над географией, с точки А в точке Б, автономно он добирается до нужного места, садится, доставляет груз, и на этом горести получателя заканчиваются, как и компании, которые, собственно, используют такой дрон. Для одних клиентов важна грузоподъемность, для других – время нахождения аппарата в воздухе. Компания «Гиперкоптер» применила технологию водородных топливных элементов и в несколько раз увеличила продолжительность полета своих аппаратов. Преимущество энергоустановки на топливных элементах – то, что в одном и том же весе мы можем запасти гораздо больше энергии. Недостатки пока – это цена. То есть, если мы летаем два часа, то машина будет стоить в два раза больше, чем та, которая летает час. Но это тоже часто с нашей точки зрения. Продолжительность полета может быть увеличена не только с помощью инновационного топлива. Интересное решение по энергосбережению дронов предложил резидент фонда Сколкова компания «Power in Space». С помощью беспроводной передачи энергии лазерным излучением они смогли удерживать беспилотник в небе около двух дней. Мы используем лазерное излучение, а на аппарат вешаем специальный наш приемник, который преобразует падающее на него лазерное излучение в электричество. Работает это примерно как солнечные батареи, только у нас специальный приемник под нашу длину волны, и у лазера гораздо большая мощность, плотность энергии. Поэтому мы можем получать на приемнике достаточной мощности. Как бы долго дрон не находился в небе, результат его работы во многом зависит от человека, от оператора, либо техника. Поэтому обучению специалистов уделяет особое внимание. Несколько компаний разрабатывают специальные аппараты, которые помогают будущим специалистам научиться собирать и эксплуатировать коптер. Оператор БАПЛА входит в одну из профессий будущего в рамках НТИ, и как раз таки беспилотно входит в их состав. Непосредственно в данный вид беспилотника также участвует в такой компетенции, как WorldSkills. Также наша компания на базе этого беспилотника проводит образовательные курсы непосредственно для образовательных целей, как раз для обучения людей такой профессии, как оператор БАПЛА. То есть это оператор полного цикла, который от начала до конца проводит фотосъемку с постобработкой данных. Специалисту важно уметь обслуживать дрон на земле, ведь 90% времени своей работы дрон находится не в полете. Аппаратно-программный комплекс автоматизированного интеллектуального управления малыми и сверхмалыми беспилотными аппаратами предложила компания «Садко Мобайл». Как известно по статистике, практически 100% аварий дронов происходит по вине человека, либо техника, либо оператора. В нашем случае мы фактически сделали платформу, которая всю наземную инфраструктуру автоматически заставляет работать. Самое важное, наверное, в данной разработке, это то, что он сделан полностью по модульной сетевой инфраструктуре. Благодаря этому ангар может быть адаптирован под разные аппараты с вертикальным взлетом. Это решение не подойдет для беспилотников самолетного типа. Для них подготовлена другая инновация – газотурбинный двигатель, схожий с тем, что применяется в пилотируемых самолетах. То, что мы сейчас реализовали, это турбореактивный двигатель на 500 ньютон тяги. Это продукт, подходящий для самолетного типа беспилотников, где-то 200-300 килограмм взлетного веса. Ну и есть конкретный интерес у крупнейших российских компаний, холдингов Ростеха и дюжины частных производителей. В принципе, мы надеемся, что сможем сдвинуть эту тему с мертвой точки в России уже в следующем году. Решение по определению координат беспилотника предлагают несколько компаний на рынке. Наша группа компаний Orient Systems занимается поставкой и производством высокоточных спутниковых навигационных систем. Это ГНСС-модули, которые позволяют определять точности до 2 см. Используется в различных сферах, в том числе и для определения, для привязки фотоснимков к координатам. Свой выставочный стенд компания Marvel Might Robotics расширила до размеров всей территории выставки. Под открытым небом операционный директор компании проводила тестирование системы, которая помогает отслеживать перемещение дронов. В видимости спутника, то работает наша система. То есть вы устанавливаете маяки внутри помещения. Один маяк вы устанавливаете на ваш робот. То есть в случае маленького дрона у нас есть даже другая версия маленького маяка. И, соответственно, с точки до 2 см робот облетает и садится, например, ровно на платформу для зарядки, как вариант. Беспилотники и спутники для фото и видеосъемки дополняют друг друга. Каждый для своих задач. Дрон гарантирует точность фото, а спутник – широкий охват местности. Заказчик выбирает то, что ему больше надо. Мне кажется, тут надо быть и беспилотником, и тем, кто занимается беспилотниками, и тем, кто занимается космосом, очень внимательно смотреть на то, какую задачу мы решаем для клиента. А сейчас пока это выглядит так. Один вышел, сказал, что беспилотники – это плохо. Второй вышел, сказал, что космос – это плохо. Это абсолютно разрушительная концепция. То есть рынка вообще нет. Он весь фактически убит тем, что Роскосмос объявил о бесплатности данных для госорганов. А, собственно, весь рынок дравится пока только госорганам. И в итоге мы имеем абсолютную пустыню. И нам надо договариваться. Производство БПЛА также совершенствуется и упрощается с каждым годом. Резидент фонда Сколково компания «Анизопринт» выпустила 3D-принтер для печати деталей из пластика, армированного непрерывными волокнами. Этот метод позволяет изготавливать образцы композитного материала, по прочности и жесткости превосходящие мировые аналоги. На самом деле вот эта анизотропия – это инструмент, который позволяет свойства материала фокусировать в нужном направлении. То есть если вот обычные изотропные металлы, у которых свойства во всех направлениях одинаковые, там мы можем оптимизировать только форму деталей. А в композите, который неоднороден, мы можем оптимизировать как форму, так и внутреннюю структуру. То есть конструкция может быть гораздо более оптимальной. Всего в выставке инновационных идей «Стартап-базар» в рамках форума приняли участие порядка 200 технологических компаний. Кстати, для участия в выставке стартапам пришлось заплатить от 10 до 15 тысяч. Преимущество получили резиденты фонда Сколково. О том, какие еще плюсы имеет компания, которые переехали в Сколково, нам рассказал директор по развитию проектов одного из пяти кластеров Сколково Илья Гольд. Мы помогаем с точки зрения оптимизации налогов, мы помогаем с точки зрения оформления интеллектуальных прав, юридических документов и с точки зрения привлечения денег. Но и в целом это экосистема, в которой можно жить, работать, создавать свои продукты и вводить их на новые рынки. В конференции Startup Village в этом году участвовали 4,5 тысячи стартапов. Всего было подписано 28 соглашений, а общая сумма озвученных инвестиций превысила 3,5 миллиарда рублей. Можно считать, что масштабная стартап-конференция, организованная фондом Сколково совместно с партнерами, принесла хорошие плоды.